а ты знал что обрезанный половой член женщинам нравится больше чем не обрезаны откуда инфа ёпты с хуя блять счеты взял охуенно интро забайтил на просмотры только так привет всем меня зовут наумчук александр николаевич и я оперирующих врач уролог рад приветствовать тебя на канале не стоит на ура ладно видимо у него есть данные логе я тебе сегодня расскажу о том что такое обрезание какие плюсы и какие минусы обрезания какие методики обрезания существуют их стоимость и как вообще реально это сделать у меня существует такая вещь у мужчины как фимос это сужение крайней плоти причин может быть достаточно много с детства не открывалась головка полового члена кстати он не в халате да это по факту сахарный диабет который приводит к сужению крайней плоти все это ведет к тому что головка не открывается и вследствие чего просто-напросто начинается либо болевые ощущения либо эстетический вид не устраивает самого мужчину либо просто мужчина хочет определенных плюсов от обрезания какие блять а как девочку трахать если у тебя не открывается залубка и же все-таки плюсы в обрезание первое это снижение риска передачи инфекции передающийся половым худем второе это снижение риска заболевания вич инфекции третье это более эстетичный и красивый вид это возможно кстати мне но это серьезно полового члена хотя мне кажется да не менее это это нормально как бы и я скажу так что обрезанный хуй выглядит что не обрезанный аксиома эскобара 4 это улучшение качества гигиены потому как когда обрезанный половой член и крайней плоти нет не собирается просто-напросто смегма 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 блять как мне это слово бесит отки мочи после того как мужчина идет в туалет все равно под крайней плотью остается моча которая последствии чего без гигиены потом превращается вот в белую творожную массу которую вы все видите там бывает по утрам либо когда долго не ходили в душ вот это называется смеха короче если вы обрезаны смех бы и не будет потому что она вся моча будет в трусы впитываться ёпта и же не риска рака полового члена так все надо идти делать блять какой рак хуя чё за нахуй рак хуя и самым основным плюсом в обрезании это является длительность полового контакта головка открыто получается мозолистое тело на головке половых членов этого удлиняется половой а это хуя минусы все-таки обрезание и они конечно существует минусы обрезания получаются в том что у вас просто-напросто исключается половая активность и секс приблизительно где-то на две недели пока не заживут вожать но неужели всего лишь две недели у меня вот эта хуйня я порезался просто порезался ну типа надо было две-три недели ходить а там пенис там его надо двигать тут все рука вот ну вот так взял что-то и все тут ничего не двигается а там нахуй шашлы пока не сойдет отек какие методы обрезания существует и какими методами зачастую пользуюсь рад не братан первый это классический метод он состоит в том что пациент госпитализируется в отделении под спинальной анестезией это укол в спину вы не чувствуете низ разговариваете слышите мы с помощью скальпеля и с помощью коагуляции удаляем крайнюю плоть и налаживаем вам швы на крайнюю плоть плюс-минус вы на в отделении наверное ходите это часа три-четыре после чего можете быть свободны и уезжать домой но на сегодня есть более продвинутые методы которыми я пользуюсь их я обрезание с помощью индивидуального циркуматора можете себе загуглить и блять не понял что это штопор для члена чё за нахуй не понял вообще нихуя пляж штопора для хуя а чё это такой цинкурат цинкуматор я пока ребята до встречи через две недели цинкуматор это такая штука которая покупается под каждого пациента исходя из его размер при мне блять самый маленький самый дешевый наверно очень госпитализации мы не делаем спинальной анестезии зачастую мы это делаем под местным наркозом длительность процедуры обрезания с индивидуальным циркуматором приблизительно 10-15 минут всей операции а чё я не понял тебе нажимают штопор на пипиську и все и также через два-три часа вы абсолютно спокойно можете идти домой какие плюсы индивидуального циркуматора это в то что нет крови и нет большого отека по сравнению нихуя такой то вообще плюсы с классическим методом потому как там сохраняется больше отек что в первом что во втором случае половая активность половая жизнь исключается на две недели за потребности на две недели это нихуя вообще если мне сделают обрезание с я два месяца нахуй минимум да просто страшно свой пиписечку свою засовывать куда-то нахуй спустя всего лишь две недели после того как те отрезали там нахуй нахуй на мы можем дать специальные таблетки для того чтобы не было утренней эрекции чтобы не приносило это дискомфорта ну а в общем пациентов и так все устраивает и приблизить нихуя сетельно через две недели у вас ли если будет делали классический метод или просто-напросто рассасываются швы ваши либо по при втором методе при индивидуальном циркуматоре там просто-напросто отпадают клипсы сами по себе и вы абсолютно спокойно можете начинать жить половой жизнью ребята мне надо срочно узнать что такое индивидуальный циркуматор я его просто себе куплю и на стриме сам себе тогда все сделаю нахуй тут но как бы это будет контент уважаемый мой подписчик если тебя интересует процедура обрезания а ты хочешь это сделать не знаешь какие-то еще вопросы касательно этой темы сколько это стоит можешь обратиться ко мне на консультацию ссылочка будет в описании я тебе все доступно простыми словами мы с тобой договоримся на какой день ты хочешь прийти и сделать эту данную процедуру потому как на сегодня мужчины после 25 лет в большом количестве желаем делать обрезание потому как они понимают что в этом есть свои плюсы и поэтому если у вас есть какие-либо вопросы вы можете задавать в комментариях оставляете лайк подписывайтесь колокольчик чтобы не пропустить крайние или последнее мое видео ранее также можете посмотреть сколько это стоит она он начале обещал рассказать сколько это стоит еще имея видео там есть про длительность полового акта как его улучшить как его продлить какие препараты можно принимать ну в ухуй на сколько стоит bitcoin сколько стоит обрезание обрезание в ростове так ребята значит обрезание крайней плоти циркуманизация в ростове-на-дону цены на операцию обрезание у мужчин от 10 тысяч рублей до 20 нихуя себе кто мне будет делать кто мне из них будет делать так ребята значит показания если у вас религиозные значит гигиенические да блять везде как плюс даже доктора говорят блять снижение чувствительности пениса блять приводит к увеличению продолжительности полового акта кому блять тот кто занимался сексом должен знать что это скухота ебаная блять эстетическая дать может быть назначена при большом количестве крайней плоти ну да если там перебор конечно это стопроцентно фимос парафимос нихуя он блять какая-то хуйня воспаление крайней плоти и шляпы короче не ну короче уйти я понял большинство если я понял я не увидел прям жестких я не увидел прям жестких плюсов которые бы меня заставили это сделать вот сто процентов да но если у меня вдруг какая-то но внезапно появится болезнь то я не не против буду получается нормально обрезанный кайф пицы кажется больше мне обрезали в детстве я закрытая пися и такую свою муку армию больше кажется 100 процентов